Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, и вы смотрите Кулинарду Пропаганду. Меня уже очень давно просили приготовить хаши, и я всё время что-то тянул с этим. Отговаривался, мол, не могу найти говяжьих ножек в магазине. А тут недавно меня буквально осенило. Чего искать-то? Надо просто идти к знакомому мяснику на рынке и показать ему фото того, что мне нужно. Представляете, три года тупил. Может, это у меня так старческо-слабоумие подкатывается. Короче, позавчера заехал к нему и заказал, а вчера забрал заказ. Я не устаю восхищаться качеством обработки мясной продукции у этого дядьки. Вы смотрите, какая чистейшая, круть! Это он, видимо, в противовес магазинной продукции так старается. Здесь так плохо обрабатывают птицу в магазине. Головы зачастую не отрезаны, перья торчат. Ужас! Утку тут в магазине покупал. Мало того, что 9 евро за килограмм стоит, мягко говоря, совсем недёшево, так она ещё и ощипана плохо. Голова не отрублена, лапы не отрублены, перепончатые, так она ещё и не выпотрошена. То есть, если её нормально обработать, то цена за тушку выйдет уже не 9, а 11, а то и 12 евро. Жулики! Ладно, значит хаш. Итак, сразу, чтобы хоть немного отсечь вопли на тему «это не настоящий хаш», пройдёмся по ключевым моментам. Одно из самых первых упоминаний этого блюда датируется 1184 годом. Произошло это в армянском лечебнике. Как вы, вероятно, догадываетесь, в последние тысячи лет армяне не на острове жили. Поэтому готовят хаш по всему Кавказу и по Закавказью. И грузины, и осетины, и армяне, и азербайджанцы. И даже я, который ни разу не грузин, и не осетин. Я готовлю это блюдо так, как готовит его моя мама. Кстати, привет, мамуль. Она родилась в городе Грозном. Там, ну, по крайней мере, в советское время была настоящая солянка из самых разных национальностей. И чей именно рецепт лег в основу ее рецепта, и, соответственно, моего, я, честно говоря, сказать не знаю. Что такое хаш? Хаш – это холодец, который еще не успел застыть. Его едят горячим. И в подавляющем большинстве случаев в рецепте хаша используются говяжьи ножки и рубец. Ну, то есть желудок. Но я трижды пробовал такой вот правильный, аутентичный хаш в правильных, очень рекомендованных местах. И он мне не понравился. Возможно, все дело о вкусовых привычках. Спорить не буду. Я покажу сегодня вариант, который по вкусу мне. И пусть, по мнению кого бы то ни было, он сто раз неправильный. Наплевать и забыть. Я сорок с лишним лет ем вот именно такой хаш. И он мне очень нравится. И надеюсь, что понравится и вам. Итак, понадобятся телячьи ножки. Очень важно их старательно очистить. Отскоблить ножом. Еще один секрет. Берите обязательно телячьи и обязательно передние. Потому что на задней ножке теленок, прошу прощения за андомическую подробность, частенько писает. Вторая важная часть. Мясо на костях. Я использую хвост. И вот хвост можно брать совсем не обязательно телячий. Вполне подойдет и от пожившего бычка. Еще момент. Если у вас ножки не идеально очищены, советую их вам хорошенько промыть проточной холодной водой. Положите в кастрюлю, залейте ледяной водой и оставьте тоненькую струйку. И пусть промывается. Часа 3-4, может быть 5. Можно вообще на всю ночь оставить. Время в данном случае зависит от чистоты обработки ваших продуктов. В моем случае этого не требуется. Поэтому закладываю все в кастрюлю с холодной водой. И начну варить. И раз уж я их не промывал, то для финальной очистки использую другой прием. Промывка, как вы понимаете, требуется в первую очередь именно ножкам. Шкуркам. Шкурки-то мы не снимали. Так вот. Я просто дождусь, когда содержимое кастрюли закипит. Убавлю огонь. И дам повалиться минут 5. А затем весь этот грязный недобульон вместе с пеной солью. Подождем. Ну вот. Можно и сливать. А теперь, собственно, варка. Заливаю опять холодной водой. Довожу до кипения. Убавляю огонь, чтобы едва-едва тихо побулькивало. И оставляю вариться. Без крышки. Без соли. Без коренев. На 6-8 часов. В результате мне нужно получить насыщенный бульон. Наполненный просто чудовищным количеством коллагена. Вообще, хаш обычно варят ночью. А подают его рано утром. Подождем. Итак, долгожданный момент. Вчера хаш закончил вариться. Я его, естественно, выключил. И оставил на ночь в прохладном месте. Жир, который вытопился из ножки, из хвоста, застыл. Я его снял. Только что за кадром, чтобы не тратить ваше время. Разобрал все. Ну, как стандартный холодец. То есть, кусти все повыбрасывал. Мясо немножко измельчил. И давайте смотреть, что у нас получилось. Так, сначала, конечно, мяска надо положить побольше. Отлично. А теперь можно бульончику. Вообще, хочу сказать, что хаш стандартно в тех местах, где его готовят, едят рано утром. Это похмельное блюдо. Это очень такое мужицкое блюдо, потому что много мяса, очень насыщенный бульон. В него добавляют в тарелку соль, чеснок и черный перец. Так, значит, чесночка мелко нарезанного. Теперь соли. И черного перца. Сейчас кто-нибудь скажет. Конечно, с утра наелся супчика с чесноком и потом на работу. И еще раз обращаю внимание. Похмельный суп. Если у вас с утра и так выхлоп, то уже до лампочки есть там чеснок или нет. Так, ну что, снимаю пробу. Ммм, обожаю этот суп. Бульон настолько насыщенный, он настолько много содержит коллагена, что от него даже губы склеиваются очень липкий такой. Здесь, конечно, нужно этот суп очень горячим. Сразу еще ложечку. Вы знаете, несмотря на то, что это, как я сказал, уже мужицкое блюдо, моя жена долго отнекивалась. Мы только поженились. Потом попробовала его и влюбилась на него с первой ложки. Очень насыщенный, очень яркий вкус. Еще ложечку. Со всеми этими жирилками трепещущими. Давайте я пробегусь по основным, важным, на мой взгляд, моментам. Важным на мой вкус для того, чтобы получить тот хаш, который нравится мне. Во-первых, никакой свинины. Готовят хаши свинины, но мне не нравится. Во-вторых, кипение очень слабое. При сильном кипении из-за интенсивного воздухообмена с бульоном, бульон, жирик, который есть в бульоне, омыляются. Это придает бульону не только мутность, но и такой мыльный привкус, не очень приятный. Есть, как я сказал, уже очень горячим. Не солить в процессе приготовления, не добавлять никаких кореньев. Соль, конечно, проникнет в мясо, мясо станет более соленым внутри. Но соль, как я уже сто раз повторял, повышает пластмотическое давление на стенки клеток. Поэтому эти клетки от соли разрушаются, и мясо быстрее теряет свои соки. Они выходят в бульон, и вроде бы не страшно. Бульон станет более насыщенный. Но при этом сами кусочки мяса, вот этого хвоста, внутри станут более сухими. Поэтому солить в тарелке. Перец, чеснок тоже в тарелку, прогревать их не надо. И, конечно, вы можете добавить зелени уже в готовую тарелку, чтобы есть. Но, на мой вкус, это блюдо полностью самодостаточное. Готовьте, пробуйте, наслаждайтесь. И спасибо вам за компанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова